Всем привет и добро пожаловать на мои видео уроки испанского языка. Меня зовут Алла и начнем наш урок, как всегда, с проверки домашнего задания. В сегодняшнем уроке мы с вами поговорим о разнице двух глаголов. Это будут у нас глаголы эстар и альп. Давайте прежде всего вспомним, для чего же мы употребляли глагол эстар. Эстар мы употребляли прежде всего, чтобы сказать местонахождение предметов или людей. Например, где ты? Дон ли стас? Я дома. Я стою в касса. Моя мама на рынке. Моя мама на рынке. Мой брат в спортзале. Мой брат в спортзале. Мой брат в спортзале. И альп у нас прежде всего выражает наличие. Наличие чего-то. Например, возьмем с вами две фразы. El libro está sobre la mesa. El libro está sobre la mesa. Что в переводе означает «книга находится на столе». И вторая фраза. En la mesa hay muchos libros. En la mesa hay muchos libros. Что в переводе означает «на столе есть много книг». Если обратите ваше внимание на эти две фразы, то увидите, что в первом случае мы с вами употребили глагол эстар, а во втором случае глагол ай. В чем же отличие этих двух фраз? В первой фразе мы с вами говорим о месте нахождения определенной книги. У нас определенная книга находится на определенном столе. Во второй же фразе мы именно говорим о наличии, не местонахождения, а именно наличии книги, какой-то книги, мы не знаем, на столе. Исходя из этого мы с вами можем сделать вывод, что глагол эстар именно выражает местонахождение предмета, а глагол ай – наличие. Как правило, если у нас фраза начинается с предмета, как у нас было в первом случае, el libro, то тогда у нас идет глагол эстар. El libro está sobre la mesa. А если мы начинаем фразу с вами с места, то у нас, как правило, идет дальше глагол ай, как это мы видим во втором случае. Следует отметить, что с глаголом ай мы никогда с вами не употребляем определенный артикл. С глаголом ай могут идти неопределенный артикль единственного числа, либо вообще артикли могут не идти, мы можем просто сказать Также с глаголом ай у нас могут идти слова, которые обозначают количество. Например, слово много – mucho. Мы можем сказать Еще вам примеры за глаголом ай. Например, я хочу задать вопрос, В данном случае мы с вами не можем употребить глагол эстар, потому что, как вы видите, мы здесь вообще не говорим о местонахождении. Мы именно спрашиваем, здесь ли есть аптека, есть ли здесь аптека. Другой вопрос. Мы хотим спросить, сколько книг в этой библиотеке? Мы именно спрашиваем про наличие здесь книг, или про местонахождение этих книг. Сколько книг в этой библиотеке? То есть у нас ответ будет, здесь много книг, либо здесь мало книг. То есть явно понятно, что мы именно здесь про наличие спрашиваем, мы не спрашиваем про местонахождение этих книг. Да, то есть вопрос у нас будет следующим образом на испанском. Мы можем сказать, в этой библиотеке две тысячи книг. Помните, я вам говорила правило, если мы начинаем с места, то, как правило, у нас идет глагол hay. Вот тут мы начали. Я надеюсь, на этом уроке вам все было понятно. Ваше домашнее задание будет вместо пропусков поставить либо глагол estar, либо ay. А на следующем уроке обязательно проверим. А с вами была Бахтинала, преподаватель испанского языка. Пожалуйста, не забывайте подписываться на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки, мне будет очень приятно. И до скорых встреч. Hasta pronto. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!